здравствуйте мои дорогие любители вязания предлагаю вам мастер-класс по вязанию спицами вот таких незатейливых цветочков наша подписчица в группе вконтакте надежда тынянова прислала вот такое фото это фото из журнала вязаная отделка это у меня ксерокопия этого журнала вот ей понравились вот такие цветочки тут написано есть описание как это делать сами довольно подробно но для начинающих может быть что-то тут и непонятно не скажу что это прям такие ах какие цветочки шикарные но они довольно миленькие я связала несколько цветочков вот что получилось у меня ну честно скажу мне цветочки вязаные крючком нравится гораздо больше но тем не менее такие цветочки могут украсить любое детское изделие шапочку шарфик где-то по краю платьица можно эти цветочки пустить вот очень удобно начинать учиться вязать например девочкам гораздо интереснее учиться научиться связать цветочек чем просто вот простое полотно допустим вот из двух цветочков будет уже цветочек розочка такая более объемная давайте это очень легко вяжется давайте попробуем я вам покажу как это вяжется сначала мы научимся с вами связать вот такие цветочки и так вязание цветочка начинаем с того что мы набираем на спицы 40 петель и провязываем 8 рядов лицевой глади в журнале там написано 10 рядов но я провязала вот сделаю цветочек из 10 рядов он получился у меня такой мне вот больше понравились хотя одна и та же пряжа той же толщины довольно тонкая 200 метров 50 грамм здесь по я набирала по 8 рядов и цветочки получили более поаккуратнее как-то смотрится и так провязали 8 рядов лицевой глади теперь провязываем 5 лицевых петель кромочную тоже считаю в это число 1 2 3 4 5 так так провязали 5 петель вот далее смотрите левую спицу нам нужно повернуть на 360 градусов против часовой стрелки придерживаем вот правой рукой здесь вязание и спицу вот мы разворачиваем вот так вот как у нас должны получиться и провязываем дальше 5 петель лицевыми 3 4 5 и снова придерживаем правой рукой вязание под правой спицей и вот таким образом вот так разворачиваем левую спицу на 360 градусов и продолжаем так до конца ряда 5 лицевых поворачиваем вязание поворачиваем левую спицу 5 лицевых и поворачиваем левую спицу и так провязываем до конца ряда вот так у нас должно получиться вот так с лицевой стороны и вот так с изнаночной стороны теперь провязываем по 2 петли вместе изнаночной кромочную петлю тоже включаем в это число по 2 петли вместе провязываем левую форму мы воспинимаем дальше км ну まあ как поним вот так должно получиться следующем ряду провязываем по 2 вместе лицевую кромочную тоже в это число включаем до конца ряда 2 вместе лицевой и еще раз провязываем по 2 вместе изнаночной следующем ряду я же честно говоря не считаю забыла какой-то ряд по счету ну тут уже это и не важно все мы закончили обрезаем ниточку нахватит такой длины берем иголочку и собираем получил оставшиеся 5 петель на ниточку вот так затягиваем я вывожу эту ниточку на изнанку через серединку еще раз затягиваем и смотрим это ниточка нам не нужны мы потом ее крючком спрячем смотрим чтобы у нас было все 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 ровненько одинаково цветочек у нас будет на лицевой стороне он будет смотреться вот так вот такой у нас получился цветочек нужно аккуратно заделать за запрятать края вот так вот и давайте просто прихватить закрепить ниточку в середине и здесь аккуратненько просто прихватить по краям закрепляем ниточки с изнаночки вот такой получился у нас цветочек и затейливый я говорю еще раз скажу что крючком конечно можно вывязывать шикарные цветы но это такой симпатичный легкий главное что цветочек очень легкий можно пришить середину пуговку шишечку сделать бусинку как-нибудь украсить можно сделать листочки как на фотографии в общем тут уже воля вашей фантазии проявляется и еще мы с вами сделаем вот такие вот розочки которые тоже очень легкие очень легко вяжутся и симпатичненько смотрится для вязания такой розочки нам нужно набрать на спицы 10 петель и провязать один ряд лицевыми петлями другой ряд изнаночными петлями и вяжем третий ряд здесь мы кромочную тоже включаем в вязание третьем ряду мы из одной петли вывязываем 2 вяжем за переднюю стенку лицевую и за заднюю стенку вывязываем лицевую и так из каждой петли лицевую за переднюю стеночку петли и за заднюю стенку так мы провязываем до конца ряда и последнюю кромочную мы точно также провязываем то есть мы теперь из 10 петель получили 20 петель и третий ряд так нет в этом и провязали 3 это будет сейчас четвертый ряд четвертом ряду и все четные ряда мы провязываем все петли изнаночными до конца ряда в пятом ряду точно так же удваиваем петли начиная с кромочной провязываем петлю за переднюю стенку и за заднюю стенку и так тоже до конца ряда за переднюю и за заднюю и в итоге мы из 20 петель получаем 40 вот привязали 5 ряд так у нас должно получиться получили 40 петель и в шестом ряду мы провязываем все петли изнаночными седьмом ряду мы снова удваиваем петли провязываем каждую петлю за переднюю и за заднюю стенку лицевыми но теперь у нас получается из 40 петель мы делаем 85 вот мы удвоили еще раз наше количество петель у нас получилось теперь 80 петель и восьмом ряду мы провязываем все петли изнаночными мы привязали 8 рядов у нас получилось на спицах 80 петель и сейчас мы будем петли закрывать закрываем любым удобным для вас способом я закрываю обычным и и хочу сказать что можно еще двоить количество петель это у нас 80 получается на 2 будет 160 я правда не пробовал уж не знаю что это будет за розочка но короче мы закрываем петли так до конца ряда вот что у нас должно получиться вот такая вот рюшечка ну и теперь нужно сформировать из нее розочку завернуть ее внизу закрепить так заворачивая и подхватывая внизу я не знаю особо никакого тут у метода нету специального просто вот формируем просто розочку и прихватываем ее чтобы она не распалась вот так вот в серединке чтобы она они держат чтобы она держалась так еще можно вот так и я бы просто эти ниточки вот сейчас связала в общем тут уже как вам будет угодно тут уже формируем на ваше усмотрение вот такая получилась красивая розочка вот они какие красивые вот такие цветочки мы научились с вами вязать ставьте лайки если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал вступайте нашу группу вконтакте я желаю всем успеха и ровных петелек пока пока